Всем доброе утро. Собралась я снова съездить в Литву, но сегодня я хочу съездить просто, просто погулять, потому что довольно-таки часто я бываю в Литве, но это, как правило, там в магазин или на рынок мы ездим, или еще по каким-то делам. А вот так вот, чтобы просто приехать погулять в Заросае, такого давно не было. Вот я хочу сегодня съездить, посмотреть, погулять. Надеюсь, что погода не будет совсем плохая. Накрапывает дождик, но я надеюсь, что не будет сильного дождя, и погода даст мне погулять, походить, посмотреть интересные места в Заросае. По карте посмотрела, где какие приблизительно достопримечательности. Я знаю, что там есть колесо обозрения. Очень многие мои знакомые там были. Я ни разу не была. Хочу посмотреть. Вроде бы, как рядом там есть бесплатная стоянка. Ну вот, посмотрю. Ну, похожу, погуляю по другим достопримечательностям. Сейчас будем проезжать уже скоро латвийско-литовскую границу. Посмотрим, какая там ситуация. Вроде бы, никаких пробок, ничего не должно быть. И как раньше, можно спокойно проехать, и все. Ну, сейчас посмотрим, что там на самом деле. Какая ситуация. Вот литовские номера машин. Кто-то въезжает, кто-то выезжает. Вот так вот и есть. Так. Ну вот, подъезжаем уже к границе. Видим, фуры едут. Никаких остановок, никаких пробок. Единственное, что с левой стороны я смотрю, что есть небольшое количество фур. А так все спокойно проезжаем, и все. Ну вот, мы уже в Литве. Подъезжаем сейчас к Заросаю. Навстречу фуры едут с разными номерами. Заросаи от границы находится не так далеко. Территориально где-то, наверное, пару километров. Так, едем прямо. С левой стороны будет заправка. Бывает, я здесь заправляюсь. Так, дизель евро 83,9. Хорошая цена. На обратном пути, может быть, заправлюсь. Сейчас еду все время прямо. С правой стороны сейчас будет... А, нет, не сейчас. Это с правой стороны магазин Ики. Чуть дальше. Ой, сколько фур. Вот здесь вот с правой стороны магазин. Я потом на обратном пути хочу заехать Норфа. Так, ну вот здесь вот ограничение 40. По брусчатке поедем. Ну вот, я приехала оттуда. У меня... Я поехала по брусчатке. У меня свалился телефон, упал. Вот эта стоянка. Я так понимаю, что она бесплатна. Бесплатно. И вот там вот это колесо обозрения. Сейчас я пойду туда. Дождик небольшой накрапывает. Но надеюсь, что не будет сильного дождя. Хотя небо все затянуто. Вот такая вот здесь стоянка. С разметками. Есть несколько машин. Ну, сейчас прогуляем. Красиво высажены тут цветы. Я не знаю, как они называются. Это, наверное, лилии. Подскажите мне, какие это цветочки. Поэтому не знаю, что это. Цветы очень красиво. Там вот какая-то детская площадка. Вот так вот это выглядит с этой стороны. Со стороны озера. Видите, здесь такая дорожка. Скамеечки. Цветы. Все ухожено красиво. И само озеро. Небо все затянутое. Ветерок. Но красиво. И вот сейчас вот я пойду вот туда вот. Это колесо обозрения. Я так понимаю, что его так называют. Смотрите, все ухожено, красиво, чистенько. Ну, вот такая надпись за росой. И рыбка. Вот так вот, наверное, лучше будет видно. Смотрите, как это все выглядит. Колесо обозрения. Такой вот мостик, который начинается вот отсюда. И идет, идет так вот по кругу. И спускается вниз. И там по ступенькам еще ниже. Это уникальное сооружение было построено в Заросае в 2011 году. И его высота достигает 17 метров. А длина самого круга составляет 100 метров. Такое очень мощное и очень такое, знаете, не похожее ни на что сооружение. Как высоко. Вот через телефон, я смотрю, не очень ощущается. Вот так вот живую очень высоко. Ну, пройдемте еще вперед. Я так понимаю, что здесь молодые оставляют замочки. Есть кое-где вот такие вот замочки влюбленных. Смотрите, вот там вот остров. Вот здесь вот полуостров, наверное. О, а там еще что-то интересное. Идем дальше. По этому мостику. Вот так вот тут все красиво. Все ухожено. Газон пострижен. Очень красиво. Вот не поверите, я первый раз здесь. Хотя это колесо обозрения сделано, мне кажется, около 10 лет назад. Очень многие мои знакомые были уже здесь. Я не разу. Вот такие вот крепления, на которых держится сама конструкция. Ну вот, я обошла по кругу. Вот там, там. Все, это я прошла. И спустилась вот сюда вот вниз. И пойду еще ниже по ступенькам. Вот туда. Такие здесь опорные столбы. Держит этот мост. Дует ветерок, довольно-таки прохладный. Знаете, немного так даже и... У меня куртка и пробивает сквозь куртку. Такой небольшой, ну, небольшой холодок есть. Скамеечки. Можно туда пройти. Посмотреть. Так, какие-то надписи здесь. Кто знает, скажите, что это такое. Еще одна надпись. Вот такой вот красивый здесь. Красивая, не знаю, лодка из камней. Очень оригинально сделана. Такая лодочка из камней. Ну, вот так вот выглядит колесо обозрения снизу. Оригинально, конечно. Я похожего нигде не видела. Видите, на таких вот опорах. Очень интересно. Сейчас я пойду вот туда, вот на кладку. Смотрите, небо какое. Все-все затянуто. Ну, хорошо, хоть нету сильного дождя. Можно погулять. Еще раз вам покажу снизу, как это выглядит. Вот там вот сам мост. Мне еще нравится то, что сегодня нету народу. Спокойно, никого. Ну вот. Интересно, глубоко здесь нет. Стою на краю кладки и немного пошатывает. Ну ладно, буду возвращаться. Решила я пойти в эту сторону. Посмотреть, что там такое впереди. Пришла я с противоположной стороны. Пойду в эту сторону. Погуляю. Как я говорила, что приехала посмотреть, погулять. Никуда не спешу. Машину оставила на бесплатной парковке. Прогуляюсь. Тут такие фонарики. Что за табличка? А, курить нельзя. Ну, я не курю. Здесь такой берег. Весь в камышах. Камыши, камыши. Ну и оттуда я пришла. Может быть, эта дорожка пойдет по всему берегу. Посмотрим. Ну, пока иду. Чисто, хорошо вокруг. Да, главное, народу нет. Смотрите, как тут красиво. Тут такой берег. Прогуливаются с собачками. Классное место, конечно, да. Здорово, молодцы. Мне нравится то, что здесь по берегу идет вот такая вот дорожка. Как далеко она пойдет, не знаю. Но пока иду, гуляю. Вот где-то вот такой вот деревянный настил. Где-то, видите, переходит в каменный. В каменную такую брусчатку. С левой стороны попадаются вот такие вот разные фигурки. Черепашки. Там, по-моему, зайчик. Такие вот фигурки животных. Здесь вот какая-то дорога. Ступеньки. Я иду прямо вдоль берега. На что это похоже? Мне это напоминает рыбку. Да. Сроде бы как рыбка. Еще скамеечки. Можно посидеть, отдохнуть. Это, я так понимаю, для велосипедов. Очень оригинально, кстати, придумано. Вместо металлических, знаете, эти металлические для велосипедов. А здесь вот такое вот из камней сделано. Очень интересно. Тоже мусорники, скамеечки. Слушайте, а может точно можно дойти вот по берегу прямо до туда? Это будет классно. Сейчас все иду, иду по берегу. По этой вот дорожке. Даже здесь такая скамеечка. Можно посидеть с одной стороны, с другой. Цветут кувшинки. В детстве, помню, тоже их собирали. И знаете, такие, как веночки делали из них. Я так думаю, что это можно брать на прокат компанией. Там вот раз, два, три, четыре, четырех- или пятиместная. И кататься, когда хорошая погода. Здесь же кофейный аппарат есть рядом. Можно взять кофе. Да, слушайте, можно туда пройти. По всей набережной. Это очень классно. Нашла вот такой вот здесь план. Карта. Так. Заросай. Все такие, знаете, достопримечательности, которые можно посмотреть, интересные. Вот QR-код. Можно сканировать. И все в телефоне. Вся информация будет в телефоне. Здесь вот все расписано. Еще одна карта. Тоже QR-код. Где можно пройти пешком. Все показано. Где какие. Вот еще фотографии. Идем по мостику. Вперед. Здесь уже можно ездить на машине, заезжать. Украшены фонари в виде рыбки. Там дальше в виде... Не понимаю, какой это тут звездочка. Не вижу. Вот эта вот рыбка. Так. На роликах нельзя. На велосипедах нельзя. С собаками здесь нельзя. Тут из камней какой-то сделано фонтан. Не знаю, что это такое. Что это такое. Непонятно. Из камней сделано. Так. Идем дальше. Так. Ну вот здесь вот для велосипедов сделано. Машины. Здесь пляж. Можно купаться. Там вот кабинки. Так. Ну пойдемте на пляж. Пляж. Здесь вот, я думала, для скейтов. Но это, я так понимаю, можно ходить здесь. Или нельзя ходить. Наверное, можно ходить. Вы смотрите, здесь целый надувной городок для детей. Ну типа как эти батуты, не батуты. Интересно. Любителям такого вида спорта здесь тоже классно. Это для совсем маленьких деток. Закрытая такая. А, нет. Это не для совсем маленьких. Это со взрослыми. Можно брать и здесь вот кататься. А там закрыто. Там тоже впереди такие, как домики. Вот там и вот здесь вот. Здорово. Можно приехать и отдыхать на природе около воды. Замечательно проводить время. Аренда костюмов, кидрокостюма. Так, вот здесь вот стоимость 6 евро 5 минут. Это, чтобы прокатиться вот на этих вот матрасах, или как их назвать, не знаю. Там, посмотрите, чистят эти горки. 6 евро 5 минут. Не знаю, дорого, недорого. Вот как выглядят вот эти домики. Так вот они ряд установлены. Там вот с этой стороны. Здесь вот так вот в ряд. Интересно, сколько стоит за сутки арендовать такой домик. Не знаю, может быть, подойду ближе, может быть, нет. Там вот еще. А, это такой, знаете, надувной бассейн. Вот видите, там вода внутри. И вот здесь вот надуется, наверное, какие-то как тоже горки. Спускаешься и прямо в этот бассейн. Ну, сейчас все это не работает. Почему-то, наверное, потому что погода плохая. Наверх тоже смотровая площадка, я так понимаю. Вот туда вот можно забраться наверх. Да, сейчас я поднимусь туда. Такие вот дорожки выложены. Мелким-мелким таким. Мелкими камушками. Можно поиграть в баскетпол. Ну, вообще круто, конечно, сделано. Там волейбол. Супер. Очень классно. Честно, я даже не знала о таком комплексе. Ну вот, поднимусь сейчас наверх. Здесь вот такая вот дорожка идет в эту сторону. Ну, а я пойду наверх. Ну вот, отсюда такой вид открывается. Красивый. Вот этот вот бассейн для детей. Кровь сейчас не работает. Вот там вот эти домики. Вон, вон, вон их сколько. Вот здесь вот тоже. Классно. Волейбольная площадка. Баскетбольная. Классно. Вообще супер. Я представляю, сколько здесь народу, когда погода хорошая. Сейчас погоды нету. Здесь вообще практически никого нету. Сколько детей, сколько взрослых, семей. Можно только представить, когда хорошая погода. Так, ну я пойду вниз и схожу вот туда вот. Хочу посмотреть эти домики поближе. Я быстро пройдусь, потому что начинает дортик идти. Поэтому не хочу промокнуть. Так вот пройдусь, быстро посмотрю. Вблизи эти домики. Очень интересно посмотреть, как там внутри. Но, наверное, не получится. Там, наверное, можно арендовать. Можно и шашлыки, наверное, делать. Да, да, вот там вот. Можно и шашлыки делать, и мясо жарить, и рыбу. Батут. Просто сидеть здесь, отдыхать. Классно. Все для вашего удовольствия. Исланд кафе Азер Зарасай. Здесь еще одна такая зона, где можно отдохнуть, перекусить, выпить. пронумерованы 8. Такие стульчики стоят возле каждого домика. Я потом на сайте посмотрю, сколько стоит аренда в сутки. Наверное, нет, может быть, в сутки нельзя. Ну, посмотрю, сколько стоит. И размещу здесь эту информацию. Может быть, кому-то будет полезно. Ну, а я потихоньку буду возвращаться. Очень-очень мне понравилось. Надеюсь, что вам также понравилось. Я еще заеду в магазин. И вы знаете, что я решила? Я решила все-таки еще вернусь в Зарасай просто так погулять. Потому что сегодня не очень хорошая погода, а хочется еще по самому городу погулять. Там тоже интересные места есть. И обязательно я вернусь. Сейчас заеду в магазин. Куплю кое-что и поеду домой. Обратно буду возвращаться по тому же маршруту по набережной вдоль берега. Кстати, здесь можно и самокаты взять на прокат. Можно взять на прокат самокаты. Прочитав информацию, оплатив, можно кататься. Туалеты тоже находятся. Здесь это показания первой медицинской помощи. Ну все. Дошла я до обратно до колеса обозрения. Поднимаюсь по ступенькам. И иду в машину. Поеду в магазин. И потом домой. Это напротив библиотеки находится. Лесо обозрения запыхалось. Прошу прощения. Пока поднялась. Ну вот, приехала я в Норфу. Хочу кое-что прикупить. И поеду домой. Так, ну вот, заехала на заправку. Здесь такая система, что вначале нужно оплачивать, а потом заправлять. Не так, как у нас. Поэтому я оплачу. Ну вот, заправила полбака. Там у меня было на километров 300. И все, сейчас домой устала немного. Такая вот погода. Все, лечу домой. Ну вот, выезжаю с заправки. Дизель евро 8.29. 9.95. Вот смотрите, какие цены. КОНЕЦ